Всем привет, ребята! Сегодня у нас 9 апреля. И вот мы приготовились к встрече мастеров. Убрали все из зала, почти все. Вот осталось только эту кабинку. Ну, немножко подвину, что теперь сделаешь. Все не вытащишь, да и некуда. Почти все убрала отсюда. Ничего не оставила. Чтоб им ничего не мешало. Такие молодцы мы с Юриком. Поснимай немножко видео. Корыто вот оставили. Им это мешать не будет. Они сюда не полезут, наверное. Посмотрим, короче. Подвинут. В квартирах вообще как лазают. Ничего же не убирают. Стенки и все прочее. Все стоит. Ну вот, жду, сижу. Время назначили с 10 до 11. Сейчас у нас время 11.32. Они недавно звонили, только выехали из Барнаула. Ну, как бы все же рассчитано. Я рассчитала, что я попаду сегодня в доктору. Вы же видели видео, что я взяла талон к хирургу в кое-то веке. Вот сейчас придется звонить, отказываться от талончика. Потому как я не успеваю туда попасть. Так как им надо, мало того, что вот эти багеты прикрутить, еще этот замерщик должен приехать. Все обсчитать, обмерить, чтобы потом только полотно вырезать. В общем, работы тут еще до хрена. Скорее всего, прибыли. Бакалай. То есть покрытые фактурной пленкой. Вот, то есть разных цветов, разных фактур смотрится классно. Ну, в смысле, под дерево? Ну, всякое бывает. Не под дерево, и просто какие-нибудь там, ну, шероховатые такого формата. То есть оно не просто вот, как вот, ну, голый пластик. Да, не глянется. Они всякие такие есть формы. Ой, ну, как же так, что получилось-то? Ладно, попробую еще позвонить куда-нибудь. Попробуйте, пожалуйста. Попробуйте, пожалуйста. Не расти. Позвоним. У нас же вот такие вот еще эти должны были висеть-то. А, красивые. И это посередине еще два колеса таких же. Ну что, ребята? Вот он наш потолочек, типа натяжной. Нету дули с маслом нам показали. Сказали, что сделать они не могут. Четыре часа здесь проторчали, намусорили. Это они подприбрали. Они, конечно, хотели подмести тут меня. Ну, как раз тут проверяющие пришли, счетчик проверять. Мне не до них было. Надо было показывать. Там собака еще бегает. В общем, ребята, остались мы без натяжного потолка. Они мне сказали, что они такую сложную конструкцию. Это ребята из фирмы потолки от Валентина в Барнауле. Я думала, они как бы... Серьезные ребята. Мастера своего дела, когда они мне сказали, что они собираются, а они не могут сделать. Я реально потерялась. Я не ожидала, что так может быть вообще. Что могут взять и просто собраться и уйти. Начать делать все. Да, они начертили, все насверлили. Ну, вот это вот все было прикручено, присверлено. Да, уж. Меня не было дома. Мужа не было. Во-первых, мне сказали, что у нас на 5 сантиметров разница. Между балками. Ну, я сейчас Ларисой продемонстрировал. Один сантиметр. Ну, Юра взял, все прошелся, говорит. Ну, максимум, говорит, один сантиметр все промерил, говорит. Ну, чтоб 5 сантиметров такого, говорит, быть не может. Ну, и вот, что мы имеем. То есть, мы будем иметь натяжной потолок? И если мой муж заморочится, сделает, ну, тут вот так, да, где-то ты, чтоб сделал как типа панель или что-то еще, да? Короче, они могут только квадратные сделать. То есть, со всех сторон, чтобы было прямо. А вот если чуть-чуть изгиб, все, уже не по зубам людям. Так, ребята, потолки от Валентина. Прямые, пожалуйста, за хорошие деньги. А чуть-чуть с укосинами, кривые, все. Они расписались в полном неумении. Вот так-то. Ну, что, Валентина? Ну, расстроенный. Я Юре говорю. Юра, поехали, посмотрим, как опь идет. Вот, шуга. Он мне говорит, так уже сошло все. Мало, говорит, что осталось. Ну, вот, не знаю. Мне, у меня, честно сказать, даже щетка не хочет подметать после этого. Я расстроилась. Два месяца они нас обещаниями кормили. Я бы из-за вас, говорю, муж вот эту вот фигу мотину делал, сколько считай. Так бы мы, если бы мы делали под этот, как ты хотел поклеить-то просто плитку. Да, я тебе и так заклею. Ты бы это все не выдумывал и не делал. Ну, естественно, лишняя работа. Ну, я тебе и так заклею. И нету у нас натяжных потолков. Вау. Ну, зато нам вентиляцию же поставили, ребят. Мы же им заказали вентиляцию. Я говорю, так, ребята, стойте, куда вы? Мы же вентиляцию хотели сделать. Вон она. Я первый раз ее вижу, кстати. Так, вот в этом углу. Вот видите, вентиляция. Вот, и в противоположном углу должно быть. Да, вижу, есть. Ну-ка, поднимусь. Тик-тик-тик-тик-тик. Да, вот она есть. Вот она, видите, вентиляция. И здесь вот другая плоскость. Вот одна. И вот вторая. Это для того, чтобы потолки как бы не прыгали. Когда дверь закрываешь, чтобы они не колыхались. Ну, и не гнева, наверное, там. Да, ну, самое главное, я стал ставить, настоял, чтобы там гниение не происходило, чтобы ни застоя воздуха не было. Вот будете делать, знайте, что вентиляция это нужная вещь. Я как бы смотрела у одних видео. У них деревянный потолок и у них сгнил он там под этими натяжными потолками. так что смотрите, учитывайте. Я спросила, кстати, про эту вентиляцию. Они сказали, мало кто ставит. Зачем, говорит, она нам нужна? Потому что люди не знают. Не нужна. Надо же объяснять правильно людям, что это нужно для того, чтобы... Ты начни объяснять правильно, а потом вообще от потолков откажутся. Вот и все. Это же пленка, считай. Под ней же все собирается и никуда же не выходит. Да. Да. Ты тоже в шоке? Да, мне пофигу. Я примерно ожидал такого результата еще с самого начала. Я просто был удивлен, что они взялись. То есть думаю, ну нифига, молодцы. Вот так-то. Ладно, посмотрим. Дешево не есть, хорошо. Никто не сделает, да? Ну да. Наверное, надо дорогих ребят нанимать. Еще неизвестно, сделают, нет? Ну да. Как ты думаешь, стоит приглашать? Я думаю, не знаю, если ты уже настроился на натяжные потолки. Ну а если они не сделают, ты будешь вот этот коробочек строить? Я вообще был сторонником плитки. Наклеить плитку нейтральную. Без узоров, без всяких, без ничего. Под низом пенопласт. Даже если бы она просвечивала, там белая все. Она прекрасно здесь смотреться будет. И дешевле раза в три. Даже самого дешевого натяжного потолка. 30 квадратов, да, здесь насчитали? Да. А сколько плитка это стоит? Ну да, конечно, так-то. Так-то. Ну рублей 20, да? Или сколько? 20? 26, 30. Таких цен даже нету. Ты о чем говоришь? Ну 900 рублей. Ну 1000. Ну 2000 пусть. Вот так. Нечего сказать, молчим. Полицейский родился. Все молчим. Ну что, ребята, позвонили мы в другую фирму. Помните, мы как-то видео снимали, да? А его там не было, по-моему, или был? Не помню. Не было. А еще у нас не штукатурено было. И, короче, сейчас позвонил, он мне рассмешал, говорит, как я скучал по вам. И говорю, ну давайте встречаться. Да, посмотрим. Вот они более опытные, квалифицированные специалисты. Говорят, завтра приеду. Посмотрим. Мы настойчиво продвигаемся вперед. К цели, к своей. Решили сделать подвесные, ой, натяжные. Все, будем делать натяжные потолки. Как это? Я вижу цель. У меня есть ориентир. Да. Типа этого. Короче говоря, решили мы расстаться с деньгами. Очень ляжку жмут. Да, посмотрим, что эти скажут. А то, если они скажут, что дороже каких-то денег, то я уже... Дороже 15 уже. Все, не будешь делать? Ну, говори честно. Нет. Ну, все, ему так же озвучу. Дороже 15, даже не заикайтесь. Можете не считать. То, значит, почему бы и нет? Может, правда наклеим этот? Я уже морально созрела. Наклеить пенопласт. Так он дешевле. До этого, честно вам говорю, ребят, я была не готова. Ну, вот буквально за каких-то 4 часа мое сознание все перевернуло. Я думаю, ну, что я упираюсь так, ну, если люди... Когда муж пытался ей объяснить, что это лучше, сознание не переворачивалось. Зачем деньги тратить? Нет, что-то 15 мне тоже жалко, жалковато. Ну, 14, больше 14 все, да? За одну тысячу там... А, а что, тысяча рублей. Мне целую неделю на работу ездить. Ну, да. Так что... Ой, ну ладно, ребята, посмотрим, что завтра будет. Всем пока. Пока-пока.